Всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть довольно неприятное происшествие, неприятную тему для меня и для ящера, которую вы уж и собственно можете увидеть. Вот это. Надо рассказать все по порядку. Где-то две недели назад, пока я был на работе, когда я возвращался, видел, что Стэн, полазив по квартире, пока меня нет, сумел опрокинуть небольшой настольный вентилятор. Небольшой, но увесистый. И, видимо, в один момент этот вентилятор упал на него, после чего у Стэна образовалась на боку шишка. Вот как раз на этом месте. Сначала я полез в интернет и думал, что шишка может быть каким-нибудь паразитом, как там указано, и следует немедленно проверить или прооперировать. Сейчас увеличу немножко. Но это оказалось не так. Шишка очень быстро рассосалась. Вероятно, это была просто опухоль, точнее, большой синяк от ушиба. Такая своеобразная шишечка. Ну и, собственно, где-то через несколько дней после того, как шишка рассосалась, я купал его. А поскольку Стэн линял по всему телу практически, я заметил вот как раз на этом месте, что кожа достаточно тонкая, фактически как небольшой пузырь. Не упругий, а обвислый. Ну и я решил, а почему бы не помочь? Сдеру этот пузырек. Спокойно, спокойно, малыш. Ну и оказалось, что под ним не сформировавшаяся еще чешуя белая и местами розовая. Думал, что это нормально, что чешуя сформируется, что можно будет только покормить хорошо. Но этого не происходило на протяжении недели. Вот буквально вчера, вернувшись домой, я обнаружил, что это место у него еще и кровоточит. То есть там есть кровь. При этом я регулярно обрабатывал это место мирамистином. Но, тем не менее, это оказалось не заражение, а именно что рана. А в связи с тем, что я его каждый день купал, я никак не давал этой ране затянуться. И поэтому сейчас единственное, что я делаю, это пытаюсь подсушить рану, чтобы она уже зажила сама собой. То есть купать его ни в коем случае нельзя. Его можно только... Ну и, собственно, приходится ему справляться не в ванную, а по всей квартире, где он заблагорассудит. Он у нас очень физически активный стал в связи с кое с чем. Но это ни в коем случае не боль. Он очень активный, не пассивный. Аппетит у него все такой же зверский. Вчера он съел 9 саранчи и 2 цыпленка. Поэтому не сказать, что он очень сильно болезненно относится к этой ране. Но, тем не менее, чтобы заживало, необходимо эту рану обработать. А для этого мне необходимо две руки, чтобы одной рукой его держать, а второй делать все необходимое. Собственно, для этих целей я буду использовать самый обычный йод. То есть рана слегка подсохла, но, тем не менее, я ее дополнительно прижгу йодом. Йод безопасен для животных. Мы сами наверняка обрабатывали кошек, собачек, все их раны и места йодом. Поэтому, почему бы не обработать рану и ящеру, дабы она быстрее подсохла и быстрее зажила. Вот, плечевое совершенно рядом. Сейчас главное дотянуться одной рукой, чтобы ящер не сбежал. Вот, стандартный флакончик йода. Немного не такой, как я надеялся. Но, для того, чтобы воспользоваться им, я прибегну к ватной палочке. И сейчас, буквально, онлайн обработаю рану йодом. Надеюсь, не разолью ее по полу, поскольку ассистентов у меня нет. Надо все это делать осторожненько. Пластырь на ране не держится. Перебинтовать он себя не даст ни в коем случае. Поэтому, нужен йод. Кстати, он не шипит, не пытается особо убежать. Это признак того, что ему не больно. Потому что, вчера, когда я его доставал, буквально, из-под дивана, он на меня очень шипел, очень ругался. И всячески выражал свое негодование. Немного красненько выглядит, но, тем не менее. Сейчас еще смажем вокруг. Не дает он себя нормально обработать. Но, тем не менее, это нужно. Так что, Стэн, не волнуйся, все будет нормально. Как я и говорил, покушаешь, и у тебя заживет. Кстати, может быть, кто-нибудь знает, почему он периодически начинает спать там, где температура вечером или ночью всего лишь 18 градусов, то есть ищет холодное место. Я не знаю, почему. С другой стороны, он начал вести себя несколько необычно, особенно по отношению к моим частям тела. На что я делаю вывод, что ему требуется самка. Ну что, ему уже, фактически, почти полтора года. Он подросток, почти полувозрелый самец. Вот, мы тебя обработали. Пластырем не будем. И скоро отпустим гулять. Он не шипит, не особо бегает, значит, все в порядке. Что ж, берегите своих животных, не совершайте ошибок, которые совершаете в первый раз. Точнее, не повторяйте их. Ну и учитесь на ошибках других. Тем более, что с животными ошибки всегда входятся гораздо плачевнее. Ведь они не могут нам сказать, в чем именно дело. Да, Стэн? Они могут только выразить это языком жестов, которые мы, люди, не поймем. По большей части. До новых встреч. Берегите своих животных.